Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем играть за школьника и разгадывать тайны пришельцев в игре под названием Unusual Findings. И, друзья, вы мне подсказали, что если нажать на эту летающую тарелку, то будут подсвечены все объекты, с которыми можно взаимодействовать. Это довольно удобно, просто я думал это подсказка, поэтому не использовал. А так это просто делает игру удобнее. Здорово! Плюс, я хотел у вас спросить, стоит ли с каждым объектом взаимодействовать? Потому что в прошлый раз я этого не делал, мне кажется, что это затягивает игру. В общем, не знаю, друзья, напишите, мне, например, было бы интересно. Давайте посмотрим, что значит комикс для взрослых. Исследовать. Эти комиксы такие клёвые! В них куча насилия, ругательств и обнажёнки. Ага, обнажёнки. Я начинаю прослеживать закономерность. Ха-ха-ха, чуваки, ну давайте заберём их с собой. Эй, пацан, а ну оставь. Ну или хотя бы дай мне дочитать, потом утащишь. Я уже почти не помню сюжета. Но я никогда не таскал у тебя комиксы. Я не о тебе, я о нём говорю. И что? Я их вернул. Нет уж, спасибо. Не хочу я их обратно. Ты бы хотя бы спросил. Воровство. Путь к большим неприятностям. Уж поверь мне, я знаю, о чём говорю. Можно мне этот взять? Нет. Я ещё не дочитал. Хочу узнать, захватит ли женщина-киборг мир койотов-мутантов. Ха, ну это забавно, друзья. Это может быть забавно. Давайте пицца поедим. Куча жирных, вонючих коробок. Ты понимаешь, что этот парень только пиццей питается? Ты что думаешь, что я чёртов черепашка-ниндзя? Я сегодня утром хлопья ел и бекон. И иногда я даже ем бургеры в машине. Ха-ха-ха, а взять можно? Так, коробки из-под пиццы. Зачем бы мне понадобилась старая жирная коробка из-под пиццы? Понятия не имею. Ну да я не знаю. Ещё меня смущает вот это тело, лежащее возле унитаза и прикованное цепью. Давайте посмотрим. Сильно избитый человек, прикованный к трубе. Он мёртв? Надеюсь, что нет. Мёртвые не отвечают. А мне нужны ответы. Не переживай, он дышит. Ну, это здорово. Попробуем его взять. Хотя, а поговорим с ним. Эй, он без сознания. Так, ладно. Не буду всё подряд всё-таки пока тыкать. Пока, друзья, вместе мы не примем решение. Нам нужно попросить быка выкопать ловушку для пришельца. Давайте поговорим с ним. Привет, бык. Привет, пацаны. Так, про необычное мы спрашивали. Про парня спрашивали. Что этот парень украл? А, что этот парень украл? Что я обычно тебе говорю. Что пырнуть кого-то легче, когда они не ожидают, что их пырнут? Ну да. А ещё что? Чем меньше мы знаем о твоей работе, тем целей будем. Ну, логично, логично. Что за игра, в которую ты играешь? А что за игра, в которую ты играешь? Мейс Квест. О, эта игра такая крутая. Ты знаешь, что если её пройти, то можно отправить разработчикам письмо с кодом. И ты сможешь выиграть золотую корону. Настоящую корону из настоящего золота. Грандиозно. Да. Наконец-то игра, которая вызывает какие-то эмоции. На самом деле, друзья, раньше и правда. Да, часто разработчики устраивали подобные конкурсы. И это было здорово. Сейчас такое уже не проводят. Ну ладно, поможешь нам с пришельцем? Ты можешь помочь нам охотиться на пришельца? Я бы хотел, но не могу. У меня сейчас важное дело. А можешь помочь нам вырыть яму? Ты же мне должен. Я знаю. Но сейчас я не... Погоди минутку. Тебе нужно, чтобы я вырыл яму? Да. А важно, где я эту яму выкопаю. Она должна быть в укромном месте неподалеку от города. Идеально. Я знаю, что этот парень в ванной зарыл то, что он украл. Так что, как только мы выясним, где он это зарыл, мы с парнями тут же выкопаем яму, чтобы достать зарытая. А потом ты сможешь использовать эту яму. Ладно. Ну, хорошая подсказка. Значит... Пока. Пока, пацаны. Надо узнать, что же и где он зарыл. Сэр? Вы как? Очнитесь? Бесполезно. Он в отключке. Так, значит, нам нужно как-то его разбудить. Пустая бутылка из-под виски. А что тут еще есть? Пустая бутылка... Недоеденная пицца. Что, если предложить ему пиццы? Или бутылку виски? Я бы не стал это трогать. Между ломтиками прячется большой таракан. Ладно, давай бутылку попробуем взять. Он попьет и проснется? Можно мне ее взять? Пока нет, парень. Когда состаришься и поглупеешь, будем вместе пить. Так, хорошо. А что еще есть в доме, что помогло бы его разбудить? Пустая бутылка вряд ли поможет. Подставка для винтовок уж точно. Картина. Эээ... Журналы. О, туалет. Слушай, мы же туалет не трогали и не исследовали. По крайней мере, в туалете он смывать не забывает. Да, это здорово. Но как нам поможет туалет? Я не знаю. Ну, звук. Душ. Душ, друзья. Можно включить душ? Я не обращал на него внимания. Обычный душ. Да, если мы его включим, польется вода на чувака и он проснется. Вода идет на парень, все еще без сознания. Да, это не помогло. Это не помогло. Ну, пускай вода пока течет. Слушай, а если набрать... А ну, бутылку я уже пытался вроде брать эту. Ты не мог бы это не лапать? Я их храню для тренировок с Моникой. Уверен, что лучше было бы тренироваться на настоящей цели. Настоящая цель. Бумажная мишень не взрывается тысячи осколков, когда в нее попадаешь. Можешь звать меня старомодным, но бутылки то, что надо. Так, я думал, это зубная щетка сзади, но нет, это не она. В общем, бутылку взять нельзя. Большой металлический ящик. Что внутри? Это большой металлический ящик с навесным замком. Но открыть не получится. Он очень тяжелый и он заперт. Ты не хочешь этого знать. Да ладно, что там внутри? Пулемет? Гранатомет? Пушка? Поменьше, но зато измеряется в мегатоннах. У него там бомба? Он бомбу хранит? Нормально. Так, хорошо. А что можно сделать с душем? Может, снаружи есть что-то, на что я не обратил внимания? Давайте посмотрим. Грязная лужа нам точно не нужна. Мусорная урна. Карте мира. Подожди, а что в мусорке? Посмотрим, что у нас здесь. Ура! Три вещи и не такой уж и мусор. Игрушка-попрыгунчик Джо, кассета с барондуками и гаечный ключ номер пять. Попрыгунчик Джо и кассета с барондуками определенно мусор. Ладно, я выброшу барондуков, но попрыгунчика Джо оставлю. Это уже винтаж. Так, у нас есть попрыгунчик и гаечный ключ. Первое, что пришло на ум, это дать ему по голове гаечным ключом. Но вряд ли это поможет проснуться. Это уж точно. Так, может, ягодами какими-то накормить его? Я не хочу с этим таскаться. Грязная лужа. Вода не должна так бахнуть. Ну да. Чел, фига сдва, я стану это трогать. Ладно, чел, не трогай. Хорошо, других вариантов у нас нет. Дырки от пуль, но это просто дырки от пуль. Мусорку мы обыскали. Грязную лужу смотрели. Граффити. Короче, попробуем применить как-то гаечный ключ. Не знаю, поможет ли это. Очень сильно сомневаюсь, но рискнуть стоит. Здесь нет болтов пятого размера. Ну да, да, да. А попрыгунчики я уж не понимаю. Здесь попрыгунчиком Джо поиграть не получится. Так. Еще гаечным ключом можно попытаться сбить цепь. Но это одно целое. Чувак с цепью это одно целое, можно сказать. Подставка для винтовок. Вот здесь Моника. Любимый дробовик быка. А еще разные винтовки, прочее оружие и боеприпасы. Лууу. Нет, не стоит это трогать. Оружие не для детей. Но снаружи пришелец убивает людей. Мне плевать, что там происходит. Ты или сам себя подстрелишь, или кого-то из своих друзей. В самом лучшем случае вы будете легкой добычей. Дети и оружие не сочетаются. Вы умные парни. Не лезьте к оружию. Он, знаете, хоть вроде как и бандит, да, но при этом такой дружелюбный достаточно. Нормально обращается с чуваками. Дружелюбно, я бы даже сказал. То есть и защитит их, если понадобится. Это здорово. Так, ну а что еще есть в этом помещении? Приставка игровая. Исследуем. Это Atari 2600. Графика клевая. На экране отображается множество цветов. Жаль, что несовместимо с моей приставкой. Так, а если сломать ее? Ну, интересно, он отвлечется, но вряд ли обрадуется. Здесь нет болтов, пятого. Ну да, здесь нет болтов. И ящик тоже вскрыть не получится. Здесь нет болтов. Здесь нет. Да, здесь нет болтов. Ну а что здесь есть? Мы можем, конечно, пойти на карту мира, но фиг знает. А что за картина? Килл стартерс? Похоже, он единственный, кто выжил. Тут были три чувака с базукой, с пистолетом и он с дробовиком. Прикольно, но это просто картина на самом-то деле. Так. Как его разбудить и для чего может понадобиться гаичный ключ? Я что-то определенно точно упускаю. Но что и где? Карта мира. Окей. Давайте сходим на карту мира. Я не знаю. Попробуем сбегать в магазин. Улица с магазинами. Дверь театра. Но она закрыта, скорее всего. Может в магазине чего-то можно купить полезного и с помощью этого разбудить чувака. Хм. Нифига себе, магазин с комиксами. Неплохо. То есть придется мне искать решение по всей карте мира, грубо говоря. Здесь куча всего. Например, стенд со Звездными войнами. Ну, тут они называются Галактические войны. Здесь столько игрушек из Галактических войн. Невозможно собрать всю коллекцию. Уверяю тебя. Очень даже возможно. Если начнешь сейчас, то когда-нибудь точно все соберешь. Ну да, не могут же они постоянно новые игрушки выпускать, верно? Так, что еще? Комиксы, комиксы, комиксы. Бесконечное количество комиксов. Что может разбудить человека? Громкий звук. Вода. Удар по щеке. Не знаю. Растолкать его можно попытаться. Это так чисто. Что приходит на ум? О, что это за человек перед баром подозрительный? У него мобильный телефон. Ух ты. У него, наверное, палма бабла. Или он украл мобилу. Ну да. Тогда это была супер большая редкость. И мобильные телефоны были весом по несколько килограмм. Он выглядит глупо. Но за такое не бьют. Это какой-то агент стопудово. Но, видите, не получается с ним поговорить. Давайте зайдем в бар. Не знаю, пустят нас туда или нет. Вряд ли, конечно. Что ты делаешь? Детям нельзя. Проваливайте. Ладно. Ой, ну и ладно. Я так и думал. Но тут я не нашел то, что искал. Мне кажется, все же решение нашей проблемы должно быть в окрестностях фургона быка. Вряд ли бы разработчики заставили нас бегать по всей планете, чтобы найти способ его разбудить. Что это? Куст. Но он отличается от этого. Какой-то густой куст. Это конский каштан. Также известный как каштан мелкоцветный. Откуда ты это знаешь? Я не отличу салат-латук от шпината. Память легко тренируется. Может быть, каштан поможет? Я не могу ходить, таская с собой целый куст. Так тебе нужно было взять всего лишь каштан? Не знаю, не знаю, не знаю. Дырки от пули. Может постучать по фургону? Я не знаю. Гаичным ключом? Будет громкий звук? Здесь нет болтов пятого размера. А где есть болты пятого размера? Они вообще существуют в этом мире или нет? А если включить одновременно душ? И попытаться чувака подергать? Давай. Это может сработать. Вы как? Очнитесь? Бесполезно. Он в отключке. Решил, друзья, еще раз с быком поговорить. И появился новый вариант. А можно мне попробовать? Видимо, поиграть в игру. Не знаю, может быть, это как-то поможет? Давайте попробуем. А можно мне попробовать? Конечно, давай. Но помни, что игра ужасно нечестная. Так, мы в начале фантастической истории. И почему она нечестная? Кстати, выглядит прикольно, гоблин. Начинаем путешествие в пещеру Чудовища. Удачи. Итак, мы куда-то идем. Но я ничем не управляю. Он идет автоматически. Выберите дверь. Один, два, три, четыре. Ну, погнали в третью. Не знаю, по какому принципу я выбирал. Медуза атаковала вас своей коварной ловушкой. Какой неподходящий вечер для проклятия. Мы захватить все ваши базы. Вы проиграли. Я же говорил, игра просто нечестная. Ну, это правда. А если попробовать еще раз? Привет. Привет. А можно мне... Конечно. Так, выбирать третью дверь плохая идея. Давайте выберем, я не знаю. Может, если я пройду игру, бык поможет как-то? Давай вторую. Опять медуза, да вы прикалываетесь. А где не медуза? Я же... Еще раз, бык, я не сдамся. Привет, бык. Вторую и третью мы пробовали. Давай теперь первую. Ну, надеюсь, в игре только одна дверь, а не несколько. Давай первую. Если там опять мед... Опять медуза? Я же говорил. Еще одна попытка, друзья. Остается только четвертая дверь. Неужто мне повезет с четвертого раза? О, четвертая дверь оказалась нормальной. Это удивительно. Давай теперь первую. Друзья, смотрите-ка. 4-4-3-1, и мы тут нашли какого-то единорога. Привет, мой юный друг. Я ошибка. Единорог загадок. Как ты хочешь узнать код к получению моей короны, незнакомец? Ну да. Загадка... Загадаю тебе загадку, незнакомец. Если ответишь правильно, то я дам тебе код, который ты ищешь. Как будет? Скажи-ка, происшествие в обратном порядке. Какое происшествие? Я думаю, что правильный ответ... Ейвтсешсиорп. Потому что буквы стоят в обратном порядке. Но может быть правильно будет... Акэжакс... Ейвтсешсиорп. Потому что он говорит... Скажи-ка, происшествие. А может, правильно незнакомец? Он постоянно это слово говорит. И я уверен, что логика в этой игре хромает. Ну, логика-то моей вообще не было. Ты просто рандомно выбираешь проход. Но мне кажется, умный чувак в очках может что-то знать. Наверное. Мне кажется так. Неправильный ответ. Я весьма разочарован. Я тебя убиваю, ты умер. Гейм овер. Я же говори... Мда уж. О, заново проходить не нужно. Короче, нужно просто дать ответ на загадку. Давай... Незнакомец? Неправильный? Значит, первый вариант самый правильный был. Офигеть. Ну, давайте ответим тогда первый вариант. Да как неправильный, если я все варианты перепробовал? Итак, я еще раз перепробовал все варианты. И ничего не сработало. Я не знаю, в чем смысл этой игры. Может, ответ где-то можно будет найти в другом месте. Плюс я не знаю, как разбудить этого чувака. Здесь я ничего подходящего не нашел. Предлагаю отправиться в другую часть города и посмотреть, что еще есть. Может быть, где-то мы найдем подсказку. Так, к ферме Эрла. Хм. К переулку любовников, к улице Винни, к лесничеству. В лесничестве могут, по идее, подсказать что-то по поводу участка, где рыли недавно. Либо пойти прямо в лес, но в лесу пришельцы. Ну, давайте пойдем в лес. Поищем место, где он мог зарыть то, что он украл. Вдруг и найдем чего-то такого. А еще вот эта жидкость. Надо ее исследовать. Здесь какая-то синяя жидкость пролилась на землю. Странно пахнет. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Начал локать из... Ну да, синюю жидкость взять нельзя. Игаз 2, я стараюсь. Ладно. Пойдем прогуляемся дальше по лесу. Здесь мы уже были. Здесь увидели пришельца. И здесь убили того... Рейнджера. Так, я ничего не упускаю. Опа, кусты. Хм, эта штука заржавела. Короче, по идее, тут больше ничего нет. Ничего не видно. Ну вообще, реально ничего нет. Ручей. Может набрать воды из ручья? Только во что? У нас же нет бутылки. Вода просто ледяная. Неудачный. Так, ледяная вода. Может, она как раз подойдет? Но холодная вода хорошо освежает и будет. Ладно, тогда отправляемся. Стоп, мы тут разве не были? Стой, стой, стой. Это не город. Странное дерево, ну-ка. У меня мурашки по коже от этого дерева. Я думал, мы вернемся в город. Это просто дерево. И оно не шевелится. Я не разговариваю с растениями. Хм. Что же все-таки здесь может быть? Оно будет бросаться в глаза. Это будет какая-то горочка или типа того. Но похоже, здесь вообще ничего нет. Мы просто без толку шатаемся по лесу, в котором нет вообще ничего. Что удивительно, да? Ну, значит, можно отправиться к лесничеству и попытаться там чего-то отыскать. Нет, тут кроме этого дерева ничего нет. А я недостаточно силен, чтобы это дерево повалить или срубить. К тому же у меня нечем рубить это дерево. Не-не-не, давай-давай дальше. Наполовину сгоревшая дерево. Да, иди дальше можешь идти. Нет? Может, подожди, а грибы нельзя взять, да? Большая сосна. Я думал грибы сорвать, накормить чувака грибами. Вдруг бы это помогло. Давайте к лесничеству. Привет, чуваки. Рейнджер Джек. Поговорим с ним. Привет. Привет, ребята. Я немного занят. Пытаюсь написать роман. Идите, поговорите с троем вон там. Мы видели пришельца. Мы видели пришельца. Вообще-то это я пишу роман. И я стараюсь писать о чем-то вполне реальном. О чем будет твой роман? Красавчик Рейнджер в девятнадцатом веке путешествует по Европе. Любопытно. И какие страны он посещает? Италию, Испанию, Париж, Сербию, Чили и Африку. Я пытался все действия сосредоточить в Западной Европе. И как долго ты уже стрижешь ногти? Как это связано? И как долго ты уже стрижешь ногти? Пять часов. Уже и стричь нечего. Но этот процесс помогает творческому мышлению. Тем не менее, меня слегка покинуло вдохновение. У меня есть несколько идей, но я не знаю, как их развить после, собственно, вступления. Быть может, стоит бросить стричь ногти и просто начать писать? Ты ничего не понимаешь в творчестве. Самое важное в творчестве – прокрастинация. Ну, сложно не согласиться. Может, мы поможем тебе писать? Ну, у меня тут есть сложность с парой идей. Скажите мне, если знаете, как развить следующую ситуацию? Главный герой видит таинственного высокого незнакомца, который на его глазах убивает полицейского. Рояль с прикрепленной к нему бомбой падает на голову главному герою, а в тот же момент его кусает гремучая змея. Женщина видит дикого льва и падает в обморок. А нюхательные соли, чтобы привести ее в сознание, закончились. Главный герой с компанией друзей натыкаются на стаю гиен. Чувак, я даже не успел запомнить все, что ты говорил. Насчет той женщины, упавшей в обморок, да. У нас как раз есть чувак, которого нужно привести в сознание. Насчет той женщины, упавшей в обморок. Ее зовут Сьюзан. Если у них закончились нюхательные соли, то почему они просто не купят еще? Они находятся посреди африканской саванны. Где бы они могли найти карбонат натрия и хлорид аммония посреди африканской саванны? Крушение авиалайнера? Почтенная миссионерская экспедиция? Волшебник дал им химикаты. Ни одна из этих версий не кажется убедительной. Да, да. Забей, короче, пока чувак. Ладно, до встречи. Карбонат калия и хлорид колия какой-то там, да, был? Чтобы привести чувака в чувство. Ладно, посмотрим. Рейнджер Трой. Привет. Привет, пацаны. Привет, Рейнджер Трой. Что вы здесь делаете так поздно? Опять замышляете какие-то проказы? Не думаю, что ты нам поверишь. В этом лесу шастает пришелец. Эй, Джек, ты это слышал? Хотел бы не слышать. Простите, парни, но нам некогда играть в ваши игры. Нам и с недобросовестными охотниками проблем хватает. Угу. Ну, одного из ваших убил пришелец. Ну, разве никто не пропал? Ну, разве не пропал один из ваших рейнджеров? Нет. А почему ты спрашиваешь? Кое-кто атаковал рейнджера в молодом лесу. Мы сами видели. Это уже серьезное дело, парни. Когда это произошло? Ну, не знаю. Несколько минут назад. А, попались. Так и знал, что вы нас разыгрываете. В ночную смену работают только два рейнджера, и это мы. Верно, Джек? Ага. Так и есть. Ну, правда, поверьте, рейнджер, которого мы видели, был тощий и светловолосый. В Саутплейнс нет тощих рейнджеров. Подождите, подождите. Может, вы, по крайней мере, позвоните на базу и узнаете? Может, вы, по крайней мере, позвоните на базу и уточните, не отправляли ли они кого-то патрулировать лес? Ладно. Саманта? Да, Трой. Сегодня кого-нибудь отправляли патрулировать, молодой лес? Нет, Трой. Что-нибудь случилось? Не, просто подростки пытались меня разыграть. Спокойной ночи, Саманта. Спокойной ночи, Трой. Ну что, довольны? Это очень странно. Мы видели в лесу что-то странное. Вам не следует шататься одним в лесу в это время года. К тому же посреди ночи. Разве что вы хотите, чтобы вас сожрали волки? А я не думаю, что вы этого хотите. Но мы видели огромное существо. Медведи? Нет, скорее пришельцы. Надеюсь, что вы нас просто пытаетесь разыграть, потому что иначе вы просто спятили от просмотра телека. Можно нам взять медвежий капкан? Нет, это улика. Можно нам взять его взаймы? Мы его вернем, я обещаю. Не собираюсь я давать детям капкан, который незаконно использовать, и который является уликой в расследовании сложного преступления. Короче, если бы мы попросили дробовик взаймы, то ты бы все равно отказал, так? Угадал. Я же говорил, тот, что в очках, самый умный. Ладно, ладно, ладно. Верить они нам не хотят. Пока, пока, пацаны. Зато здесь есть медвежий капкан. Можно попытаться взять его. Да, да? Эй, это улики. Оставь, где лежали. По идее, если его как-то отвлечь, возможно, получится капкан утащить. Этот медвежий капкан очень старый и в плохом состоянии. Он может пригодиться как раз для ловушки. А что с медведем? Бедный Мишка. Нет, его убила дробь. Здесь есть несколько мелких входных отверстий. А пришелец, похоже, потрошит своими когтями. Ну супер. Кто-то дал пришельцу дробовик. Ха-ха-ха. Так, что еще? Телефон? Позвонить может кому-то? Я не достаю, да и они бы все равно не разрешили мне его использовать. Угадал, парень. Угадал, парень. Угадал, парень. Заладил все, блин. Угадал, угадал. Пишущая машинка. Хочу забрать ее. Это определенно взбесит представителя правоохранительных органов. Не стоит. Так, а что он тут поднаписывал? Не вздумай. Ладно, ничего не разрешают взять, ничего не разрешают потрогать. Тоже мне рейнджеры. Пользы от них маловато. Куда еще можно отправиться, чтобы... Чтобы что? Ферма Эрла. Может, фермер как-то поможет вырыть яму? А что за мост? Тоже непонятно. К воротам комплекса Нью Фронтир. Ну давайте пройдемся по городу. Например, пойдем на улицу... Ника? Выглядит не очень... Хорошо эта улица. Живая изгородь. Я вижу только неухоженную изгородь. Кусты очень плотные. Кавказская пальма. Известная как самшит вечно зеленый. Да уж так. Больше ничего, да? Жук, подожди, а что не подсветился? Подсветился. Даже я знаю, что это жук. Жаль, что этот совсем в плохом состоянии. Очень жаль. Эта машина классика. Может, можно что-то взять, что пригодится нам? Она заперта. А у нас есть и гаечный ключ. Здесь нет болтов. А зачем ты сюда подошел, чел? Я вообще-то как бы, ну... На жука показывал. Странно. Здесь нет... Да, да, да. У тебя одно в голове. Балды пятого размера. Но ведь можно использовать ключ как грубую силу. Дом Ника. Может, зайти внутрь дома Ника? Там можно чего-то поискать. О, родители его. Внутри он выглядит гораздо приятнее, чем снаружи этот дом. Это семья Ника. На фото Ник со своими братьями. Билли, Томом и Кевином. Со своей сестрой Дианой. Со своей мамой и отцом. У которого абсолютно убедительный блондинистый парень. Блин, я даже не знаю. Ну, давай поговорим. Хотя, зачем нам говорить с Дианой? Это мама его сестра или кто? Непонятно. Мы просто ворвались домой к чуваку и зашли в туалет. Это гостевой туалет Гуэрера. Должен отдать им должное. Несмотря на то, что они любят экономить и покупать товары подешевле, туалетная бумага у них просто люкс. На некоторых вещах экономить не стоит. Живешь ведь один раз, сам понимаешь. Ну да. Я хочу зайти внутрь теперь. Попользоваться туалетной бумагой. Дверь заперта. Эй! Ты не мог сперва постучать? А, там кто-то есть? Эй! Эй, дебил! Не видно, что ли, что я занят? Ладно, друзья. Давайте на этом пока остановимся. Похоже, для прохождения недостаточно сидеть в одном помещении, да? В одной локации. Похоже, придется исследовать все. Чтобы, наконец-таки, найти зацепки. Ну, будем разбираться. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. И пока, друзья. Счастья вам. Берегите себя.